Христос посреди нас, мои родные и любимые христолюбцы, все братцы и сестры во Христе, всем желаю радоваться и веселиться в Господе. Всем желаю возрастать и умножаться в познании всякой истины, хотя слово «всяк» звучит неправильно. Истина нам известна. Она Господь и Бог наш Иисус Христос. Опознается Он простыми бытовыми делами любви к ближнему. «Уповая на Него, отвергнувшись себя Его божественной силою для Его, Иисуса Христа, Господа и Бога нашего славы». Вот вам простая формула бытия, жизни и сути и пути христианской жизни. Христос посреди нас, братья и сестры, Бог живой, сейчас и здесь, был, есть и будет. Давайте помолимся, ибо Господь здесь. И я кое-что скажу. Господь мой и Бог наш, Иисус Христос, сущий и неизменный в слове Своем и в благой воле Своей, чтобы все мы были счастливы. Благослови, пожалуйста, эту трансляцию. В устах говорящем, уши всех слушающих и блаженной руки всех печатающих. И да прославишься Ты, сущий и неизменный, Господь мой и Бог наш, в последнее время пришедшего плоти и открывший нам, явивший нам имя Свое, в которое есть любовь, всеми своими благими делами, даже до дела крестной жертвенной смерти. Спасибо Тебе за все, спасибо Тебе за это явление, за это откровение, делом и словом. И да узрит всякая плоть спасением. Спасение Твое, воскресение Твое, надежда наше и упование, но самое главное, божество Твое, ибо жизнь в самом себе имеешь только Ты, Господь мой и Бог наш. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Христос посреди нас. Тема излюбленная, тему я хочу сказать такую. Я сразу скажу основную формулу, что нигде, никогда, Господь мой, по крайней мере, и Бог наш, ибо все мы дети Его, конечно же, но чей Он Господин неизвестный, ибо раб слушает, слушает, что говорит ему Господин и исполняет это. Вот мой Господин в Евангелии нигде, никогда не учил меня никого, кроме согрешающего против меня, обличать. Против меня. Тот, кто меня обидел, тот, кто лично мне сделал нелюбовь, я могу с этим братом, нарушив закон любви, закон бытия, с братом, неважно с каким, по плоти, по духу, с человеком, который... Что такое брат-слово? Ведь этот Господь еще говорил ученикам, ну ученикам-то плотским, ученикам, не стяжавшим Духа Святого. Кто такой брат-то был в понимании иудеев тех же самых? Это вот, вот близенький, рядышком который, любименький. Это человек, который поймет тебя, которому ты, в принципе, можешь сказать, который... У вас есть какие-то связи родственные, ну, по-обычному это... Да? Вот. Сейчас это можно рассматривать духовное братство. Да, таким человеком ты можешь выговориться. И то у Луки сказано не обличить, а выговорить. Нигде, никогда в Евангелии Господь мой, Бог наш, не учил никого злословить. Нигде, никогда в Евангелии Господь мой и Бог наш не учил никого осуждать. Вся эта цепочечка... Я скажу наперед, вы скажете, а сам-то что, святой? Нет, не святой. Тоже падаю, братья и сестры. Ну, по крайней мере, в отличие от многих, вот общаясь, я признаю теорию святую, а не ищу себе оправдания где-то там в наборе текстов Библии, в которой такая собранная порой, что такое, что и страшно открывать ее, особенно в Ветхом Завете. И уж я точно не ищу в предании человеческих, которые еще потом нахромоздили. Я смотрю, мой Господь есть мой путь. Он специально для этого воплотился в подобной мне плоти, чтобы показать. У меня уже не было отмазов, как жить на этой земле, чтобы я точно знал, как поступать. У него была точно такая же плоть, со всеми ее, так назовем, достоинствами и недостатками, в кавычках, вы понимаете. Человек совершенен даже в этой плотской одежде, как Господь ее назвал. Она лишь прикрывает нашу суть. Вот и все. Это такой этап в жизни очень интересный, где наша свобода абсолютно, абсолютно и ничем не нарушаема. Поэтому свое настоящее рождение, если мы сюда в мир приходим по Божьей воле, то второй раз рождаемся в тот мир, снимая эту одежду, мы уже сами родились то, чего мы действительно достойны и получим то, чего мы каждый построим. И вот цепочка очень простая. Вначале мы обличаем. Да? Обличаем, обличаем. Кто заметил, кто по себе знает, я сам падаю, я и от опыта говорю, как всегда говорю, и в грехах от опыта, и в праведности от опыта. Обличение, через секунду словечко да вылетит. Это железно. Где обличение, там и злословие. Где обличение и засловие. Ну, начинается все с невинного. Все придумали рассуждение. Где тебя Господь о другом человеке рассуждать учил? Береться, да. Вот в себе в голове рассуди и берегись. А не рассуждать и обличать потом этого человека. Тебе мозги даны, да. Ты избираешь. Конечно, ты рассуждаешь, что добро и что зло. Для тебя. Для тебя. Евангелие – это книга личного спасения. Книга деяний, и послание апостолов – это книга истории церкви. Оттуда мы много можем полезного вынести. На Христолюбие мы обязательно, конечно же, после Матфея продолжим читать именно книгу деяний. Посмотрим, что же, что же стало твориться в мире после вознесения Господа и Бога нашего. Мы, конечно же, посмотрим. Обязательно. Но к Евангелии Господь обращается лично ко мне. Лично ко мне. Рассуждать о добре и зле заповедовал еще Адаму, насадив древо лжеопознания, лже добра и зла. Да, этим дав такой акт, символический, нам показан в книге «Бытие», одарение человека божественной природы, свободы, выбора и знание добра и зла на самом деле в том, что древо жизни Иисус Христов был в нем. Добро-то в нем, а зло снаружи. У тебя есть выбор. Да, я рассуждаю относительно себя. Рассуждать о других, их потом после рассуждения о них бежать, их обличать, злословить, осуждать нигде Господь не говорил. Нигде вы такого никогда не найдете. А фундамент, по крайней мере, моей жизни это Иисус Христос. Именно Хрисус Христос мой путь истинной жизни. Я не знаю кого, я не Павлов, не Кифов, не Аполосов, не Петров. Я христианин, я христолюб и мой путь истинной жизни Христос. Основание моей фундаментной веры Евангелия Иисус Христос и истина, которая есть Бог. Все, которой есть любовь. Да, я в Евангелии могу найти много примеров любви, дел любви. Да, я назидаюсь. Но любовь не причиняет ближнему зла, а злословие причиняет. А обличение того, на кого ты не имеешь никакого права, причиняет. И подумай о себе, человек. Я о себе думаю, конечно же, а как вы думаете, братья и сестры. Сначала обличил. Словечко полетело не только доброе, но и злое. Ну, конечно же, за обличением что надо сделать? Осудить. Рассудить уже. Уже все. Вынести вердикт. Но было бы неплохо и грешника, этого еретика. Осудить и вздернуть. Да. Скорее всего, после осуждения словесного, я и гвозди буду помогать, вбивать. Вы понимаете? От рассуждения о человеке, досуждения, обличения, злословия, выносения вердикта, криков распни его и добровольным взятием молотка, гвоздей, вбиванием гвоздей в лоб этому человеку, в руки и в ноги, у нас, за нами не заржавеет. Это страшно. Это страшно. И это очень все печально. Лично Господь в Евангелии, кто не знает Евангелие или кто его читает через дырку, по стихам или с Моисеевым покрывалом на лице, я вам скажу, в Евангелии Господь ни разу никому не обличил личного греха. Ни разу, нигде и никогда. Он ни разу никому не сказал что-либо о его внешности. нигде, никогда и никому. По поводу того, что Господь, Бог, во-первых, все, что вы видите, говорит, ой, он же обличал фарисеев. Вы вчитайтесь, что он говорит им. Вот это то, что я вам, кто смотрел уже мои ролики, и мы у Петра видим, просто самое яркое, так как, говорится, одно послание, ну, два, я их как заодно все считаю, потому что они видно, как в одном контексте, в одном русле, очень в короткий промежуток времени писались, их даже разделять особо не стоит, они одно другое дополняют. Я вам показывал, как понимали апостолы, кто такие лжебратья, лжеучителя, хулители, наглые ругатели, еретики, и все, 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 какие слова мы любим сюда вставлять. Это те, кто отвращает от веры в Иисуса Христа, как сущего над всем благого Бога любовь. То есть вера в Него, как в Христа, по плоти Бога и по духу любви. То есть вера в Бога и в любовь. Вот кто вас от этого отвращает, да, это лжебратья. Кто отвращает вас, ну, там, вернее, даже разделено, это я вам собрал уже, быстренько. Мы помните, как первое было отвращение от веры в Христа по плоти, как в сущего Бога, в то, что это Бог любовь, а, соответственно, я должен жить точно так же. И, соответственно, если он Бог и любовь, я уповаю на что? На воскресенье, ну, и ежедневно в каждой своей жизни я уповаю на Господа. Вот три. И Господь делает то же самое. Он все время обвинял только тех всех, кто противился ему как Богу, как источнику жизни, как матери и отца, ибо Господь своей пуповиной питает этого человека. Во-первых, начнем с того, что все прекрасно знают, что такое семья. Это действительно институт от Бога, потому что там есть дети неразумные, даже еще физически, умом и сердцем, и они возрастают, и родители воспитывают своих детей. Так Господь воспитывает нас. Господь имеет на это право, и Иисус Христос, Сын Божий и Отец, одно и то же, даже во плоти. Поэтому Он тот, кто питает этого человека, Он тот, кто дает ему хлеб в образе, Он тот, кто дает ему радость, вино, Он тот, кто его исцеляет, Он тот, кто его учит, Он тот, кто его защищает. Господь имеет право спрашивать с нас. Нас он этому не учил, ни с кого спрашивать. Ты кто этому человеку? Ты его питаешь, ты его веселишь, ты его заботишься о нем в болезни, ты его учитель какой-нибудь, там, гуру, ты его защищаешь. Кто ты ему есть, ты ему никто, ты ему доброго, ничего не делаешь, ты его обличаешь, ты кто такой? Он, как правильно сказал Павел, он перед своим Господом стоит или падает. Мы, когда на равных, можно обличение выслушать от того, вот брат, брат обычно помогает, брат туда, люди уже вот так сблизившиеся, могут друг от друга что-то послушать. Действительно, ты от этого человека и слушаешь с удовольствием, потому что ты знаешь, что человек любит тебя по-настоящему, потому что он свою любовь не раз в жизни доказывал. А словами, я тебя так люблю, вот мне, я, конечно, по себе говорю, по своему опыту, мне тоже пишут, я тебя так люблю и давай поносить меня по всем кочкам, ты мне пока доброго ничего не сделала или сделал. Я тебя знать не знаю, ты спряталась за аватаркой, я тебя видать-то не видал, ты мне рассказываешь, как ты меня любишь. Да у меня такое ощущение, что это вообще мне какой-нибудь пишет робот. Я тебя не видел, ничего о тебе не знаю, ты мне пишешь, ты меня любишь и меня поносишь. Судишь меня по всему уголовному кодексу Библии, начиная с законов Ветхого Завета, которые ко мне вообще никакого отношения не имеют. Я на своем опыте рассказываю, личное свидетельство лучше всего. Ты меня поносишь, не имея никакой на то основания евангельского. Павел, я вам второй пример привожу, Павел, восставая против Петра, обличает и всех этих высоких, так называемых, и почитаемых, обличает их в чем? В том, что они не поступали по правде евангельской. евангельской. Если Христос обличает всегда тех, кто отвергает свою пуповину, Бога, который их питает и все им дарует, да, Он их все время обличает в том, что в них нет любви к людям. Через дела любви, да, вы это не делаете, вы то не делаете. Вы, говорит, все делаете для закона, для любви к Богу, а человеку ничего не дает. Бог все время их и все время осуждает их, не осуждает, а обличает, как вы все любите говорить. Бог никого там не обличает, Он просто с ними беседует. Можно назвать это спором, да, потому что Он хочет людям счастья, и Бог им несет это счастье. Он говорит, поверьте в Меня, любите ближнего и уповайте на Меня. Все погрязшие в деньгах, во власти, в корысти и в злобе отрицают это. Бог им говорит, вы делаете, да, вы вот злодеи, вам будет плохо, Он говорит, будет, вы снимете эту одежду, ваша душа откроется, второй этап я положил, будет ногой, каждый получит по нахоте своей души, каждый. Да, Бог, где он лично, покажите мне, где он лично поднял подон, где он лично осудил внешность человека, сережки, накрашение, еще что-то, татуировки, подтатуировки, как он ходит, платочек, под платочек, где хоть раз Христос осудил лично человека, где хоть раз Он говорил, как должен выглядеть человек, нигде. Хорошо, скажешь, что Он не осудил, где Он сказал, как должен выглядеть, нигде. Где Он в раю сказал-то Адаму, нигде. Это все чушь, чушь человеческая, придуманные истиной, учения человеческие, разделяющие, раздирающие все человечество на куски и еще идущие в погибель, раздирая друг другу глотки за свои учения. Это беда страшная. Люди идут в ад и даже не понимают этого порой, мне кажется. Я надеюсь, что их Бог действительно... Нет, ну, нахатат душа откроется, куда, что там, Бог. Бог нас судить не будет. Второй этап будет, конечно, очень печальный для многих. Как Господь сказал, получит от Немеца и то, что они думают иметь. Они думают, что они праведники, никакой праведности в них нет. В них нет любви. В них нет любви. Это не любовь обличать никого. Тебе никто никого обличать не заповедовал. Любовь покрывает. Любовь закрывает, защищает. Несет чужое бремя. Все, что ты можешь противиться, и то сама, если тебя вдруг соблазняют в отпадении от веры во Христа, по плоти, как сущего Бога, от веры во Христа, по духу, по его природе, что это есть любовь, а значит и тебе. Ну, не надо тебе жить по любви. Можешь жить в разврате, в грехе, в блуде. То есть не надо людям ничего делать. Все пихай в себя. И от упования на воскресенье, на будущую жизнь, на бессмертие. Это все сюда вкупе. В этот горшочек все можно сложить. И личностное упование ежедневное в жизни. Вот тебя от этого будет отвращать, потому что ты же уповаешь на Христа. Ты перестань уповать. Ты его забудешь через месяц. Вот тебе еда, вот тебе вино, вот тебе аптечка вот такая, вот чемодан такой без ручки. Вот тебе арсенал оружия. Вот сейчас два КАМАЗа подгоним. Бомб, пулемет, автоматом и кнопка от ядерного щита. Все. И вот тебе, вот тебе, что тебе надо. Римскую библиотеку на тебе. Тебе гугл? На тебе гугл. Ты все будешь знать. Ты только у Бога ничего не спрашивай. Прям сатанизм чистой воды. Поймите, люди, опомнитесь, опомнитесь. Я сейчас не буду разглагольствовать. Единственное, что я хочу по поводу осуждения. Я хочу, во-первых, сейчас появится на экране картинка. Я все-таки ролики монтирую после записи. Вот это превью делаю, конечную заставку. И там уменьшаю качество, чтобы поджать немножко. Вот. И сейчас сюда картинку вставлю. Вы ее, конечно, видите сейчас на экране. Я ее увидел там на фейсбуке у человека на стене. И прям думаю, ну пора. Я ролик тоже готовил про осуждение. Ну у меня списочки есть, которые я потихонечку. Какая мысль к нему пришла. Я просто помечаю, что надо эту тему не забыть. Вот. Очень хороший пример. На самом деле, это действительно, как я помню вам про лодку, про Петра рассказывал. Вот и сейчас, да, Христа еще может постыдились. Действительно, видели, что он чудеса творит, какой-то силой обладает. Я не думаю, что там многие, как хоть Иоанн Богослов и написал, что их совесть обличала. Ну их обличал и страх прилюдный, там и Христос сам, потому что действительно никто не мог его ни в чем обвинить. Вы помните, как он сказал, кто из вас обличит меня не в правде? Кто? Я всем тоже братьям призываю. Если согрешил против тебя, конечно, скажи мне. Против тебя лично. Я же какую-то любовь тебе не оказал. Скажи мне, кто обличит меня в неправде евангельской? У нас хороший пример Павла есть. Мы не видим в переписках друг друга, а не чтобы поносили там. Нет. Написано лично. Павел в Антиохии встал против всех известных, и Павел сказал, что да, что вы лицемерите-то, какой закон? Ну, вы поступаете непоправду. Евангелия уже нет никакого закона в Евангелии. Все, есть одна вера, надежда и любовь, и любовь из них больше. Вот Евангелие, Павел говорит. У него что, Евангелия в руках было? Нет. Он что, апостол был? Нет. А он противостал. В нем была сила Духа, сила Божья. И она убедила всех. Убедила. Бог был с ним. Все знали, что творилось вокруг. Хотя ему было непросто, безусловно. Это нам сейчас кажется, Бог был. А что, не был с Петром и со всеми известными? Был. А стал по церкви Петр, Иоанн и Иаков. Ну, вот так вот. Вот Павел, конечно, на себе неустойчивый сам церковь-то гнал. Конечно, получал, воспитывался тем же самым. На что сам, на какие грабли наступал. Теперь этим и воспитывался. Вот. Он молодец, все претерпел. Чудо просто. Избранный сосуд, действительно. Вот. И вы помните этот пример, когда Господь привели эту блудницу. Он не осудил ее. Не осудил. Более того, он чудный закон положил. Он сказал, если никто не осудит человека, я его не осуждаю. Я Бог, любовь. Мне ничего не надо от вас. Ты уже спасаешь человека, если ты не судишь его. Не обличаешь, не поносишь. Не злословишь. Ты себе делаешь вред человеку. Господь говорит. Отец никого не суждит. И я никого не сужу. Я осудил уже тем, что я пришел в мир. Да. И когда вы разденетесь, у вас будет то, что вы достойны всего этого. А я буду во славе. Это будут законы какие-то, которые будут, как и здесь, работать до каких-то степеней. Как и закон тихотения. Но мы видим, что Господу и закон тихотения был нипочем. И, в общем-то, и Петру. Всем, кто захочет, ему законы природы. Нипочем. Мы или верим в Евангелие, или не верим. Вот эта картиночка. А сейчас без Христа. Можно закидать. Вы видите эту картиночку? Да? Видели? Это просто чудо, правда. Вот мы закидаем. Даже не подумаем. И правда там нарисовано, карикатурно, что Христос за голову берется. Это правда. Это абсолютная правда. И я поражаюсь, я все время этим людям пишу. Есть Евангелие, основа нашей веры. Есть Христос, пуй, где он тебе сказал, покажи мне, где. Павел Тимофею там учил обличать. Кому он учил? В конкретной общине. Община признала Тимофея своим духовным наставником. Да, избранным сосудом. О нем было у Павла. Павел объявил, что о нем было откровение. Все и так видели. Павел, как, безусловно, что Тимофей был действительно чудо. Он говорит, все ищут своего, а он Божьего. Да, помните, как он на нем красивый. Действительно был Божий человек. Он указал им, говорит, вот ваш, мне дальше надо идти. Этот человек достоин, чтобы его, как бы, слушаться. От детства он знал Писание, видимо, был действительно благочестивым. И все это изучал, любил, как говорится, во всем этом познавать. Да, Павел указывает на него, кто вот-вот достойный действительно человек, по крайней мере, на данный момент. Каждый может свалиться. Все это указание рукавозложения, это все до времени. Человек свалится во грехи. Оно само, это рукавозложение, с него сваливается, грубо говоря. Человек никто не будет слушать блудника, облудея, что не надо блудить. Никто алкоголика не будет у него спрашивать, слушай, как пить-то, брось. Если этот, так скажем, духовный лидер свалится во все грехи, конечно, его перестанут слушать сами автоматически. Надо жить не по букве, а по духу. Да, поэтому он как отец для них, как брат старший, по-хорошему, там, пресс-витер, да, который о них заботится, печется в этой общине, был как организатор, как мать. Все там несли деньги, он это все распределял, да. Человек мог сказать, мог сказать, дорогой, ты вот не прав, ты там сестру обидел, или меня даже, да, обидел. Мог сказать. Если люди подклоняются, я ни под чьей голову не подклонялся. Я на вас не видел возложения ни Павла, ни Аполлоса, ни Кифа. А если бы видел, это еще моего добровольного согласия не было. Я никакой конфессии не предложу, никаким культом и, более того, никаким собранием. Все братья и сестры, с которыми я общаюсь, я с ними общаюсь добровольно, и их к себе привязываю добровольно, любовью. И пока я их люблю, они со мною. Когда им кажется, что я их не люблю, или я не знаю почему, они некоторые от меня отпадают. Пожалуйста. Я от кого-то тоже, бывает, даже сам воздерживаюсь от общения. Ну, не в одном мы сейчас духе, ну, еще что-то, да. Вот, я подвязаюсь сколько могу в любви тоже. Все мы люди, я сам никого не сужу и других призываю. Бывает у меня вот с этим сарказмом, конечно. Вот. Или как это назвать-то? Ну, вы помните и знаете про все эти кривославия там. Хотя я сам чувствую, что это неправильно, уже много раз вам говорил. Вот. Господь не обличил Каиафу. Каиафа еретик. Это начальник всего израильского народа. Еретик, саддукей. Человек абсолютно неверующий. Ни во что вообще. Ни в загробную жизнь, ни в бессмертие, ни в душу. Погрязший в деньгах, в бабле, в аристократии, во власти. И, как мы видим, в богоубийстве в будущем. Господь его ничего ему не говорит. Ничего. Мы все время забываем, что люди грешники. Что в тайных комнатах сердца, клетия и плоти их такие делишки. Вы думаете, там вокруг не было ни садомитов, ни педофилов, ни алкашей. Никого не было. Все были. За что и соблазнялись, глядя на Господа, который среди этих всех грешников, матарей, блудников. Именно им и проповедуют, что именно они отстались. Потому что нездоровые нуждаются во враче, а больные. Да. Любой грех – это грех против любви. Кто рассмотрит любой грех, даже алкоголизм, вроде бы пьешь. Вроде бы, да что ему, да пусть пьет. Ну да, он пьет действительно. Пока он еще там в комнате заперся, он только себе грешит. Но пьешь ты уже в семье, уже семья страдает. Это грех против ближнего. Как же надо понять? Богу все равно, что ты в комнате пьешь, как собака там заперся. Да и пей ты, сколько тебе влезет. Сам себя губишь-то. Когда ты других обижаешь, это уже грех против любви. Страшный грех против ближних. Это страшный грех. Это грех против Бога. Конечно же, против себя тоже. Бог в тебе. Человек, у которого есть чувство Бога, он начинает себя соблюдать в чистоте. И тела, и духа, и ума, так скажем. Или души, и духа. Все это слова там разного порядка, кто что в них хочет, вкладывает. Вот. Поэтому, братья и сестры, я сам согрешаю. Но я хотя бы каюсь. И я не спорю, и те, кто против меня, может потом каяться. Но вот хочется ролик записывать, чтобы все мы немножко отрезвлялись. Меня самого что-то иногда отрезвляет. Но правда не тех, кто меня осуждает. Или обличает, или поносит, и злословит. Если ты лично не готов показаться, и я тебе знать-то не знаю, что ты там мне пишешь. И мы вот так всех на свете. И на кухне перебираем. Не надо ни о ком говорить в третьем лице вообще желательно. А уж тем более плохо. Ну хорошо это, да, надо хорошо говорить даже лучше. Это добродетель в тебе любовь взращивает. Мы все время всех судим. Начиная с обличения, обличать нигде. Запомните, никогда Господь не учил. Бог это делал на правах Отца. Бог, Иисус Христос, это делал на правах. И то, Он обличал только в чем? Спорил. В том, что вы меня отвергаете. Вы отвергаете любовь, и на меня не уповаете. Вы меня отвергаете. Отвержение Бога, любви и упованье на Него. Это красная линия всего Ветхого Завета и претензий голоса Божьего с неба к израильскому, иудейскому, к еврейскому народу. Все. Одна беда все время. Меня бросили. Поэтому народ все время называется прелюбодельный. Ну, относительно, что Бог жениха или муж в образе таком. Вот и все. То же самое, та же самая нитка в Новом Завете. Так опять же, это делает Бог. Ты кто такой-то? Человек может быть вообще внешний. Внешних мы вообще не судим. Вообще их не трогаем. Мы можем только проповедовать. Делом и словом. Причем сначала делом. Бог никогда никому подол не поднимал. Никогда и никому. Даже в ереси, так называемых. Да, он говорил, что вы заменяете что? Заповедь Божьей преданием своим. Какие заповеди? Он все время говорил о любви. Родители оставили, несете в капище в свое. Все время он об этом говорит. Кто вчитается, вчитайтесь. Бог призывает только к любви. Ему ничего от нас надо, потому что он любовь. Поэтому человеку он будет судить только по делам любви. По делам любви. Потому что любовь – это природа бытия. Это Бог. Это сущность бытия. Это сущность каждого человека. Пост – это уже дело. Это, так скажем, дело любви. То при том условии, что если ты воздержался и отдался. Ты просто воздержался. Это вообще никакое не дело. Это камень на дороге лежащий. От тебя толку никому нет. Если от тебя никому нет никакого толка, ты ноль в пространстве. Ты ничто. Что есть тебе, что нет. От тебя никому не хорошо, не плохо. Пост – если ты не отдал от того, что вздирался, это ничего. Это ноль. Пост можно считать только делом любви, если ты отдал. Молитву можно считать делом любви, если ты не осуждаешь человека. Это молитва. А не когда ты грешника осудил в душе и в сердце, а может, ты громогласный. И молишься Богу за грешника. Да ты сам согрешил. Ты его грешником осудил. Тебе никто это. Ты не осуди этого человека. А делом, что можешь, помоги ему. Каким образом покажи ему себя. Светом обличай людей. Светом мы только можем. Собственной жизни святой. Ну, так вот. На этом я закончу. Картиночка действительно показательная. Могло и так закончиться, зная людей. А сейчас вот что не говорит так, и кто без греха, и тебя. Что про себя скажешь? Брось ты в меня камень. Я иногда, кстати, не такой бывалый, надо проскакивал где-нибудь там ответить. Так, а теперь, знаете, после этой картиночки у меня иллюзий больше нет, что так, если дорога своя жизнь, лучше эту цитату из Евангелия в таком контексте не приводить. Тебя просто закидают. Тебя закидают, похоронят. То есть тебя сначала обличали же, да, осудили, закидали и похоронили. Все сделают то же самое, что со Христом. Ну, только его распяли, а тебя побьют камнями. Все. Так что лучше не предлагать такое действие. Так что вот так вот, братья и сестры. Помните это. Читайте Евангелие и сами подвязайтесь. Никогда никого не обличайте, не говорите. Говорите о добре. О добром. Друг с другом общайтесь. Есть темы, прекрасных тем много. Никогда никого. Все это глушить в себе. Тебя кто-то обидел, на брата не выливай это. Забудь об этом. Промолчи и все, проглоти. Потопи в себе зло. Зло побеждается добром. Поглощается все. Уничтожается. Тебе что-то передали плохое, не передавай дальше. Не то, что входит, Господь сказал, а то, что с тебя выйдет. Вот передашь, осудишь, обличишь, дальше понесешь тебе сплетни. Потом, говорю, начнешь орать, распни его и сам будешь распинать. Этим всем закончится. Никогда этого не делай. Никогда не осуждать человека ни по какому-то кодексу. Ни по кодексу Библии. Это не кодекс уголовно-религиозный. Евангелие – это книга твоего спасения. Книги Нового Завета, послания, деямия – это книга истории церкви. Можно посмотреть, как правильно все начиналось. Все. А Ветхий Завет я вообще не знаю. Никто не погрешит, уж простите меня, если его выкинуть просто. Потому что во что его превращают, это просто беда. Из промысла Божьего выводят учения. Поначитают, что там с кем было. И из этого учения лепят. Учение одно у нас в Евангелии открыто. Это учение любви. Ибо Бог есть любовь. А делать выводы и свои учения лепить из промысла Божьего о конкретных людях, народе – это неверно. Об этом я буду, конечно, отдельный ролик записывать. Я говорю, такому человеку лучше выкинуть Ветхий Завет. Тебе он никакой пользы не принесет. Ты просто станешь тем, кто потом скажет, что да, Христос не Мессия – сущий Бог, а верно распятый, проклятый еретик. Вот этим закончится чтение Ветхого Завета и принятие Мантихриста. Но на этой ноте я не хотел бы заканчивать, а по образу апостолов уже вам напоминал заповедь Божья одна для учеников Христов. Если вы еще внешне, хорошо, пытаетесь любить Бога, правда, непонятно, как это делать, и ближнего, как саму себя. Но если вы уже ученики Христовы, если вы христиане, христолюбцы, и хоть раз сидели с Господом на прощальном ужине, вы помните, он сказал, «Я и Отец одно, поэтому кто любит меня, тот любит всех». И тогда я только, если кто искренне это, бескорыстно, жертвенно будет любить, тогда я приду с Отцом и с Духом Святым и обитель в них сотворю, и будем сидеть и пировать с тобой наедине, на романтическом ужине, где я и ты в сердце твоем, восвятая святых храма твоего. Ну все, на этой доброй, светлой ноте мы закончим. Поблагодарим Господа нашего и будем прощаться. Господь мой Бог наш, Иисус Христос, сущий наш Творец, любвеобильный родитель, заботливая Мать, Ты все для нас. Ты нас породил, Ты нас промышляешь, и Ты нас к себе и возвратишь. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, спасибо Тебе за все, за то, что открываешь наш помраченный ум к свету, к свету и открываешь познание истины и в Писании, и в сердце каждого. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, спасибо Тебе единому за все. Да славится святое имя Твое и по плоти, и по духу, которая есть любовь. А славится и прославляется, и просвещается, и просвещается оно делами нашей любви, светом дел нашей, светом дел любви наших. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Ты живой Бог, сейчас и всегда посреди нас. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Кому понравился ролик, ставим палец вверх, кому не понравился, еще быстрее ставим палец вверх. Делитесь с кем считаете нужным роликами. Все мои адреса каналов наверху, контакты для связи внизу, а полезные ссылочки справа. Всех по образу апостола нежно, целую, крепко обнимаю. Всем желаю радоваться, веселиться в Господе. Пока-пока, до встречи в новом ролике. Субтитры сделал DimaTorzok